и снова здравствуйте отзывы о чехлах компании эмси элегант для лады калины с этими чехлами я уже проездил порядка 8 наверное месяцев так что некоторое впечатление они сложилось если кто не смотрел то первая часть с рассказом всей истории о этих чехлах будет в описании при натяжке чехлов первое чем столкнулся то что комплектные крючки которые предназначены для закрепления вот этого вот всего на колине просто некуда цеплять поскольку с вот этой вот стороны практически ну цельная конструкция и там в принципе некуда их зацепить потому как видите вот такое вот со временем получается причем кусок вот этот вот он отсутствует в принципе то есть даже если бы она была хорошо натянута все равно вы получили вот такой вид здесь нитки уже полезли при том что это все обрезалась что это было хорошо подготовлено после того как были получены чехлы поскольку из них торчали нитки можем обратить внимание что из-за шва опять торчат нитки несмотря на то что они были обрезаны но это как бы не самое страшное подголовники то есть видим вроде как подголовник сидит но на самом деле этот подголовник я натягивал лично вдвоем при этом пришлось разрезать боковушки все четыре ну там где швы есть и натягивать долго и нудно при том что этот подголовник он вообще не не сел на саму форму так как нужно если вы загляните вниз то несмотря на все мои изощрения я стягивал это все дополнительно нитками как бы внизу все равно торчит резинка то есть материала там недостаточно и подголовник он как бы в среде не скомкан поверьте на слово перейдем дальше второе переднее сидение как вы можете заметить шов здесь находится как бы сбоку а на водительском сидение он находится ну почти так как надо но на пассажирском почему-то она все не там также здесь торчат нитки и здесь торчат нитки и вот здесь торчат нитки и вот тут даже торчат нитки а все потому что качество дальше здесь тоже самое то есть ниточки кстати еще при установке чехлов было обнаружено то что ткань она очень сильно электризуется то есть сочувствую тему кто возит в машине домашних животных потому что вы их будете очищать очень долго и нудно а теперь перейдем к заднему виду этих чехлов на колени вот здесь есть специальная выемка для того чтобы ваши пассажиры как бы не чиркали вот это вот все ногами но как видно чехлы они чисто номинально вот тут вот торчат здесь идет вот так вот отформована подушка дальше здесь штатный кармашек на чехлах почему-то не удосужились продублировать этот кармашек ну да это ладно потом как идет шовчик на стандартном сиденье он идет вот здесь где он находится на вот этих вот чудных чехлах вот здесь правильно но это как бы нормально то что внизу творится как бы без комментариев то есть все прекрасно видно но это не самое такое страшное печальное кстати тут какие-то пятна но вы не обращайте внимание на самом деле это просто так свет падает ну и возможно салон мокрый смотрим левая часть шва у нас совпадает а правая почему-то она практически полтора сантиметра расходится но это же ничего страшного правда ну что тут подумать ну полтора сантиметра туда полтора сантиметра сюда как видим здесь все в складках несмотря на то что чехлам уже как бы ну восемь месяцев то есть если бы это была проблема именно в том что она не разгладилась но на самом деле это просто замята вот но теперь самый цимис ситуации на заднем ряду на самом деле больше всего что меня выморозило причем достаточно сильно когда это ставил то что вот это вот что это такое что этот блин за кармашек я не знаю вот ну чем люди руководствовались неужели нельзя тут пустить шоу чтобы она все аккуратно то здесь вот ну сюда влазит моих три пальца что это такое причем я думал знаете ну может это брак или там не знаю швачка которая это все делала что-то там запорола но на правом сидении такое же самое все только с другими моментами то есть как видите вот это вот нельзя никак натянуть ну и также вот здесь нитки торчат но это ничего страшного теперь как закрепил я эти все чехлы сзади крючки которыми комплектуются данные чехлы в принципе некуда цеплять абсолютно их некуда то есть как видите сиденье она практически ровная то есть вот крепеж есть куда его цеплять вот скажите пожалуйста в эти отверстия но наш просто не натянется я не знаю как это люди проектировали или они вообще в принципе не думали ну просто для меня загадка и так как видим спинка сидения закреплена точно таким же самым образом то есть я отдельно докупал нитку на самом деле у меня ушло больше 20 метров и и где-то 25 может там до 30 потому что ну крючки еще раз повторюсь которыми комплектуются данные чехлы их попросту некуда цеплять здесь здесь вообще ну практически ровное сидение почему торчат вот эти вот углы да в принципе просто конструктив сидений таков что этот угол как вы не заправляйте при вот таком вот крепеже он будет у вас торчать и обязательно ну и вторая часть заднего ряда то есть как видим здесь вот вот это вот я не знаю как назвать что-то как у старые бабки торчит и все ровно также с тем отличием что здесь шов сходится то есть можете заметить то есть вот спинка вот само сидение а с другой стороны он не совпадает то есть там было что внутренняя часть не совпадала здесь получается то что внешняя часть она не совпадает кстати на камере очень хорошо видно что по оттенку немножко есть тоже разнотон вот такая вот информация покупать ли такие чехлы думайте сами решайте сами комментариях к предыдущему моему видео люди тоже говорили что столкнулись с похожими проблемами также собственно катализатором для этого всего видео послужило то что заявился там какой-то человек я не могу утверждать что это представитель компании но судя под тем нарративом который он озвучивал там и что пытался донести и отвечал тем людям которые писали что также у них все плохо с этими чехлами вы можете пойти и почитать но мое мнение что это наверное был сотрудник компании но это чисто субъективное оценочное осуждение я это на сто процентов утверждать не могу на этом в принципе все что хотел я озвучил пишите комментарии оценивайте видео а также возможно подписывайтесь на канал всем спасибо за просмотр и всего хорошего а кто досмотрел до самого конца это видео делается не для просмотров а просто для того чтобы люди не лоханулись так как я все